всем привет с вами редакция girls does wanna have smart это мы и сегодня мы собрались для второго выпуска по кринж фанфиком и наконец-то да вам наконец-то я с трудом мне кажется мы уже весь кринж и что могли съели переживали и вам отдали пришлось по второму кругу это нет на самом деле вот у меня один фанфик он прямо типа свежий поэтому сколько бы мы кринжа не прочитали будут постоянно появляться новые у меня все свежие было тяжело надеюсь вам понравится что мы страдали у меня один фанфик которые я прям типа читала ну там очень кринжово некоторые ситуации но я читать к что дальше и есть один нюанс он незаконченный и он написан 2016 году я даже хотела написать комментарии что дописали потому что это ну это сок а мне сегодня всю ночь снилось смесь из всех фанфиков которые прочитала вчера вечером больше я бы не хотелось снить то что мне то что я вам расскажу сегодня потому что я вам расскажу посмотрите но это страшно это очень страшно это фанфики вторая часть начинаем давайте да у нас сегодня рупор это статуэтка так первый фанфик называется шрамы по фандому сапковский аржи ведьмак я уже плохо вспоминаю этот фанфик простите на самом деле он не очень смешной но он очень смешной мне возможно сейчас все зрители как бы типа пиздец меня судят описание шрамы геральта были получены в боях каждый из них может быть прославлен в отдельной балладе шрамы лютика или иного рода мне очень нравится геральт нанесет эти шрамы лютику подожди света а это ну любовный фанфик да с геральтом и лютиком все так это очень популярный пэринг с чего начинается первая фраза этого фанфика это да типа секс у лютика с геральтом был но это было без чувств это просто было убивали время и лютик рассуждает у себя в голове о том какие красивые классные шрамы у геральта героические и какие уродливые шрамы у него что даже время секса он на первых не снимает рубашку лютик лютик мне кажется он наоборот в себе уверенный в каждом своем шраме сначала он оголил только одну руку закосав рукава и там типа подвернул и там были шрамы от сигаретных ожогов типа затушили сигарет он сам это делал или эти многим издеваться до того как геральта встретил до второй руке просто горизонтальные порезы и тоже типа геральт как невероятно нежный любовник он все эти шрамы целовала в лизу конечно заставлять забыть про ту боль который он как по урокам от зейда он новое значение привносить надо было чтобы он все то же самое поверх и такой так у нас сегодня секса не будет все терапия было несколько шрамов которые лютик ни за что не показывал то есть они были видны что и шрамы но он не давал посмотреть вплотную и в один вечер в корчме геральт взял из-за копать задницу посадил на стол вопрос из зала кто-то был в корчеве в покое не корчеват наверно в покое извините я просто представила эту сцену все бухают просто и геральт берет и лютика сажают нормально целовать его шрамы подожди еще она не сказала где она будет целовать его этот раз снимает ему штаны и около паха на бедре внутренней части тоже есть шрамы с одной стороны это салхарм с другой стороны он такой мне нужно было удалить яичко а с другой стороны шрамы это кто-то его выцарапал или толсом себе какой лор в этом фанфики длинное слово и тяжко много местных на занимай просто вот так у меня видно в толпе что кто решил дальше еще что-то интересное предложение написано и геральт такой не вижу что здесь написано и ладно извините мне очень смешно я понимаю что над этим не смеются и боже конечно же чувственный геральт решает что я увидел впервые эти шрамы какой секс он просто целует шрамы берет лютика кладет на кровать и они ночью спят в обнимку и в это время лютик рассуждают что да у него нет ко мне чувств но при этом он такой хороший любовник такая ночь у нас славная если что то есть по нашей теории за и да он должен был полностью опять это все сделать из санула написать да надо уже конечно это мать его это уже перебор нет он бы знаете типа из этих букв переделывал бы в новые и дыр и ватисал дальше что а потом еще обнаруживается новые шрамы это женщина явно вдохновил или мужчина не знают автор вдохновилась чужой странкой потому что там такая же спина как у джейми фрейзера у лютика и думал с камнями что то бы вся исполосованная отростка у лютика у тебя все но это буквально пару страниц вот рассуждение лютика вот саморефлексия о себе своих шрамах от рассказ про эти истории как герой боже я описываю геральта из ривии которого я знаю как себя ведет как там он просто ну типа герой-любовник такой чувственный знаете нежный чувственный ну просто это просто у нас попущено было лиза да это в книгах уже вот собственно этот фанфик это вот такая вот история интересная я даже не знаю мы поставим это в выпуске или нет почему я мне мы это вырежем почему мы не надо просто она помочь героя не идет этот фанфик из-за этого мы смеемся не из-за ситуации которая там описано ой второй день плачу из этого фанфика если честно следующий фанфик из того же фандома но это кроссовер фанфик называется мальчик который предназначен на самом деле кроссоверы это такой смак вот типа здесь у нас гарри поттер джон роулинг и сапковский анджей ведьмак мальчик который предназначен там автор пыталась воссоздать начало первой книги рассказывает про быт дурслей но только все указывает что у него есть посудомоечная машина миксер вот это вот все радио няня ну прям совсем уже облинились за дурслей и дурслей едет как обычно в книге первой части на работу но он смотрит новости не знает что в наполе недалеко от их дома начали пропадать люди и скотт он об этом не знает что за скотт скотт ну типа гривен скотт из волчон коней блять коровы вот и овцы и что он делает он едет на работу и там у его встречи задерживается и потому пришлось ехать на склад дрели короче он едет на склад показывать партнеру дрели и очень поздно возвращается с работы решать что он не хочет ехать по лондонским пробкам и поедет через поле он же новости не смотрел не значит на поле опасно и на него нападает грифон его машина на дурцель то не дурак вместо чтобы убегать от грифона спрятался под тачку через какой-то как он туда залез ты увидел вообще это его пусть там было описано что у него высокий джип я хочу заметить внимание к деталям в этом фаске даже обысрать нельзя давай ну попробуем и пока она он лежит под капотом он лежит под машиной и резко видит что падает голова этого грифона зверя и него спрашивает муджик ты в правильно что залез под машину потому что иначе побежал бы за тобой этот грифон и тебе было бы жопа нет сейчас скажу кто это он представляется я ведьмак и дурцель такой это какая-то моей женки сестра нет я ведьмак а не маг потому что я устраняю последствия вот этих магических я устраняю я не маг я ведьмак я устраняю последствия от этого магического мира короче грифон из-за волшебников тут траля-ля и он такой дурцель говорит меня зовут перман дурцель как тебя зовут и это звучит я специально даже бронислав донишечко это кто бронислав в пробе донишечко ну какая-то украинская фамилия нишечко шичко шичко он на своем джипе этот ведьмак отбуксовывает тачку верно на ближайшую типа сто и там они в магазине жрут хот-доги пьют кофе и распределись и дурцель такой как же мне тебя благодарить это говорит я не могу взять деньги потому что нельзя дважды за один заказ брать деньги но право неожиданности ты придешь домой отдашь ли то что не ждал там увидеть окей у меня есть дома бутылка коньяка которую я еще не открывал сделаю вид что я и не видно они возвращаются домой а там гарри поттер на пороге лежит верно с питунья таки нам этот пилюк не сдался пожалуйста забираем и он такой отлично я отвезу его в школу видимо в ства ведь ведь безмачества безмачества потом он забирает его следующая следующая глава это спустя уже типа почти десять лет мы узнаем что есть посреди европы непонятно где больше скорее всего деревня в которой которая зарабатывает на туризме там все ходят средневековые одежды сами себе куют выращивают там свискот овощи травивали и там очень много детей которые деревянными мечами бегают всякое такое оказывается что все школы ведьмачи они собрались в одну потому что современность пришла и глобализация как-никак собрались в одну это большая школа типа как большая деревня где взрослые ведьмаки учат а детей собирают и они уже на мотат младенчество понимают кто пройдет испытания травами и кто нет дети не умирают при испытаниях а просто они сразу ты пройдешь себя котом как ведьмака ты не пройдешь ты будешь нахуй пекарем и вот так вот они за счет этого существует ну конечно же готовится к видимо играть на пока и превозвращается задание бронислав его вызывают школу потому что гарри переименовали он же должен быть всем же ведьмакам дают новое имя когда их берут в школу он генрик данишко мне кажется есть такая книга про гарри поттера которая просто переписана типа вот этот вот гарри поппер поппер и вот это ну короче и там в этой европейской деревне все все имена и фамилии они какие-то старославянские и вызывают бронислава в школу что генрик спиздил петуха и устроил игру типа он гоняется за василиска короче в чем суть из гарри растет ведьмака с магическими способностями я дальше не досчитывал а там еще было 50 глав завязка интересная завязка еще прикольно это по факту можно написать другого гарри поттера настолько же и ведьмаки современности поле для фантазии огромное вообще короче большой респект а впрочтение подписчиков на самом деле я угорала ну типа я угорала вслух автор сестренка близнецов рекомендуем строго близнецов спасибо респект утренний апокалипсис это по фандому сверхъестественное автор вот я из-за имени автора я решила прочитать автора зовут супер натуральный гей оригинально и бета у него тоже смешной антошка солевой у нас здесь три страницы всего но какие день сидит на диване с кассом и ждет звонка от сэма сам звонит будет я скоро буду дома у меня для вас большой сюрприз мой хуй и дит пока такой кем и ждем пока ждет он ложится на плечо костю так засыпает просыпается уже на коленях кости во сухой ухе ангельская перетра мой английский клинок простите самом деле пейлинг день и кастил он уже разница вообще эта классика это вот более популярны чем канон это к этому здесь нет нет сэм возвращается домой и выращивается такой типа что ему говорит потом вдруг смотрит такой ты кто такой и сам такой про дурак это я просто постригся очень коротко иногда бывает это это сделал завтра же приезжает гаврин это же настоящий апокалипсис ты у себя устроил типа на голове что в мире что на голове мне держался на волосах сэма то есть из-за этого апокалипсис на сэму расстроены вообще такой реакции и тем что не оценили блока выглядит лег спать просыпается того что в его в комнату ловается гавриил залазит ему на кровать начинает в этом щекотать будить это вот все но в его стиле он говорит что сэм по стригся он обижается как он убегает и такой все типа я-то думал только что ты думал они друзья ничего не происходит обижается гаврил на сэма снова стрижки что он испоганил себя стал похож на дина и вообще ужас убегая другую комнату несколько часов они все друг друга игнорируют потом сэм приходит и резко засасывает этого гавриила и от этого прощаешься на пстриг волосы но для него немножко странно ебать сэма потому что он стал похож на дина и все из-за стрижки и гавриил называет в ситуацию с тоже со стрижкой апокалипсисом настоящий что лучше было настоящее как апокалипсис чем то что ты собой сделал ну господи и потом в комнату выходит входит за один сказ и такой такой тип о вы наконец-то признали чувство друг другу и сам такой кто бы говорил а вы типа когда они такие а мы прошлой ночью и а видимо за про мы прошлой ночью это мой фанфик следующий фанфик он кроссовер по стеклянному трону и а катару называется дейтинг my neighbor but not really но я читала в переводе на фигбуке у нас встречаются седом но подорожку у нас что происходит реальная реальный мир то есть с этим наше время да и гвинет ну гвин она продуктовом магазине что стоит какие-то кассирши печеньки выкупает какую-то такую хуйню занимается и резко в магазин врывается с злой как туча лор конца солевая цирк да у меня нет девушки поэтому нужно страдать на ваших просмотрах фильмы нужно было бы нет себе про своих друзей и как туча ходит магазину сгребает еду алкоголь туры-пыры и здоровается с гвин и резко открывать дверь магазина он видит того кого кто зашел и говорит ей green я куплю тебе печенье или пиццу что угодно только типа выручи меня сейчас пожалуйста они знакомы они соседи соседи типа по лестничной клетки по лестничной клетки по тамбуру и гвин про себя думает что ему нужно от меня потому что странно у нас такие в принципе странные взаимоотношения минут друг другом подтруниваем и друг друга занимаем соль раз пару дней типа такого это называется личного порно часто выходили к соседям за сухой раз сахаром никогда в жизни поэтому сексу нет жизни короче что происходит она такая окей я тебе помогу я не понимаю с чем но ладно запису с ананасами пожалуйста они к ним подходит какой-то чувак оказывается то фенрис и он такой лоркан я слышал от айлины что ты не идешь сегодня на вечер кино как так типа а лоркан такой меня заколебало слушать как вы сосетесь типа и одному сидеть и кто вы узнаете и лоркан такой типа да пошел ты в жопу и пойду в этот момент подходит гвин и такая милые типа лоркану что такое вас прерываю извините а ты кто такой а он что лоркан начало что на это хочет такую помощь от него извини он не сможет сегодня прийти потому что у нас совместные планы соли надо купить и подходят к ним с бутылкой водки и вина и спрашивает нила будешь будь водку или вино что ты хочешь есть больше короче что происходит она подыгрывает что она типа его девушка и все-таки фенрис флиртуя с ней уламывает ее прийти на этот вечер кино мы с лорканом сегодня то есть она его вообще не помогла поэтому да ну просто сыграла что он не лузер который в одиночестве проводит время а из-за девушки они переходят туда подруги лоркану снашает боже она мне так нравится но я так стесняюсь лоркан я так стесняюсь и придет какие-то первые шаги ты же пыры я такой типа замутая на такая открытая но первые шаги стесняюсь сделать ну это очень странно рубашки порежет не характере короче и что происходит они идут на эту вечеринку там сразу парочки знакомлю вас первая пара это айлина и ровно все по классике вторая тоже классическая идион и лисандра третья пара это федрис и габриэл габриэль что за гавриэль на русском он гавриэл а на английском габриэль батя идиона какой кошмар и они уже прям за столом начинают под столом лоркан начать не в трусики лезть и фанфик заканчивается тем что они время фильма под пледом мастурбируют друг другу и потом признать друг другу в чувствах я поначалу изучала много обещающих концовка конечно просто странная сказала да она поначалу было весело а под конец пошло на то есть там по факту из-за катара только гвинт есть лиду просто и ловись к лиде блять видимо ну типа сделать просто вместо гвинт и лиду и как бы типа альтернативная вселенная не в нашесть в нашем времени но следующий фанфик это золото это золото на сто процентов я уже насти заспойлерила это золото фандомы перси джексон олимпийцы и что было дальше сразу после киркорова и такой я убила крона своего деда что у нас есть главный герой алексей алексей щербакова так как бы так ну про щербакова до чтоб тел я сама написал кстати я прочитала потому что такое знаете автор имя интересный светлый вранит так что короче лишь и щербакова вспоминается 13 лет он живет в нью-йорке с своими друзьями ильё я не знаю такой илья он своими друзьями живет нью-йорке и в один день мама из-под дивана достает портфель совсем всяким типа для выживания и отправят его в лагерь полукрова где он узнает что он сын артемиды богиня-девственницы все правильно вы поняли и у нее еще одна дочь диана диана какая-то такая неприступная но только с лёшей она миленько себя ведет более того мать из небесных тел сделала ему лук на котором было красиво выгравлено слово алексей кунилингус алёшка я даже думала про кунилингус сразу алексей он с этим луком пояс и пиздато стреляет все но обижена на своих друзей из я так понимаю что было дальше что они ему не рассказывали тоже из этого лагеря все да и есть еще какой-то злодей нурлан ведущий эти программы он типа злодей там просто все его боятся одним никто не говорит громче чем шепотом и на казахов боятся что происходит дальше что было дальше как ты думаешь алёшка его из своего лука застрелил эти урон его член и мы хорошие теории так значит я они подружатся душевный разговор у лёшки с его сестрой дианы и на этом конец главы я с вас просто с трясущимися руками нажимаю дальше а дальше не написано это фанфик который в процессе но это давно заброшен так это в этом суть была типа что было дальше все мы должны писать да это так и задумано было скорее всего я когда читала я угорала так лука блять на котором красиво написано алексей и причем еще не все там еще была гомофобная шутка какая-то естественно лёшка с россии он не шарит за геев что тут такое я угора я повеселилась ужасно это было весело пишите в комментариях по вашему мнению что было дальше это чисто ты прочитал перси джексона посмеял чтобы что было дальше и такой я хочу чтобы щербаков был лагерь полукровок а нурлан был злодей это чисто я фанфик писал так мы так и сразу сказали ты призналась наконец-то как это твой фанфик был или нет я думаю это был если бы это был фанфик это было бы намного веселее сейчас но еще сам скажу кто-то автор имрани новая семья называется если что какая-то катя к цик к цик к цик к цик и сейчас такая планируется миди маленький к написано 5 страниц а это мой рисер еще такой и мне смесь этого всего сегодня всю ночь снилось чтобы понимали сон был с концовкой или нет нет что было дальше угадайте почему типа это было как шутка что и что было дает мне тоже было шутка это было шутка переходим дальше я считаю я зашла на территорию dark романов и также я на территорию интересных кроссоверов конечно твой у меня тоже есть перси джексон кстати первый фанфик про перси джексона и всеми любимые мстители все любят дела с ними кроссоверы мстители популярны для кроссоверов да слушай на самом деле по сути своей он очень сильно пересекается с что было даже с твоим фанфиком по гарри поттеру и ведьмаку ну короче рассказываю на брифинге мстители все собрались их главой был капитан америка несколько раз допоминала что он главный я хотела уточнить но я поняла что автор 50 раз наверное сказала то что типа без вопросов да ну и в общем они на брифинге фьюри им говорит что сейчас у реки какой-то рандомной реки происходит потасовка странное вам нужно пойти разобраться не такие а чтобы не странного типа потасовка и бросовка и он такой говорит по словам очевидцев кто-то говорит что это какие-то подростки дерутся с червейдерами а кто-то говорит что это подростки дерутся с вампирами в одежде перси джексон и мстители м пусы да и фьюри отправляет мстителей но по факту там был только тони старт и капитан америка отправляет их разобраться с этой странной потасовкой они прибывают на место это все идет от пола капитана америке в общем выезжают они на место пришествия видят как это было типа перси джексон и аннабет дерутся с червейдершами будет пять человек одна из них ранит аннабет это типа память типа падает и перси типа входит в рейдж за минуту убивает пятерых в общем он за минуту убивает пятерых на это все тони старт и капитан америка просто смотрят стоят когда америка за старшего конечно ну и суть в том что по факту они должны были словить перси и на тебя привести на базу но тут они встречаются глазами капитан америка и перси и я такая про это будет там был просто зачем этот тенд что-то странное я не знаю зачем нужен нужен был там но когда америка видит в глазах перси не подростка а воина и он такой то же самое я видел зеркале и у тони старка поэтому трогать его не буду и перси берет на руке на бэд и убегает прыгать в реку и они возвращаются к фьюри фьюри такой в тф почему вы ничего не сделали а он где дети да а он такой вы не понимаете это были глаза воина и у меня да и фьюри такой вообще он бросил пока на фоне и тут к ним штаб заходит полицейский какой-то рандомный и говорит тони типа вас ждут в участке какие-то семейные вопросики порешать это не так у меня же нет семьи типа семейные вопросики вообще он приходит участика этот полицейский ему говорит у вас есть сестра-близнец который вас разлучили в детстве ваше ставки крыта сестра-близнец она будет да и это уже был момент когда сали была замужем за полом blowfish и их похитили и у них есть несовершеннолетний сын которому нужен опекун и вы будете его опекуном и короче то не обрадовался что у него появилась семья и он поехал искать перси приезжает на пляж вот этот в монтаке где они с матерью любили тусить он там санабет короче лечить любовь но она же ранена была вот и тоник ему подходит так как говорит ну будет теперь я буду твоим опекуном потом было до того кто не стукнет 18 и такая только похитили почему вы их искать вот и перси такой а я думаю всеми говорит типа кит и перси такой но только если ты не будешь называть меня кит а это такой типа научен скит и на этом заканчивается фанчик ну я ждала что еще капитан америка чтобы увидел кого роберт да и такой боже это живой теперь двое да так он такой их трое теперь ну типа против реакцию была обозначена что он главный несколько раз а потом про него забыли чтобы показать что это было ошибка и операцию запорол да да вот но это старческий понимаешь просто типа любых детям короче дальше один глуток еще один ладно я сказала что твой кроссовер был неожиданнее моего на сейчас будет на уровне тейлор свифт и тачки я обжал я маккуин а как это физически происходит а нас один светомерный газ короче это мы уже немножко заходим на территорию дарк романцев это как это история с дверью да у меня нет не совсем но у меня будет давай просто как воду глядите быстро рассказывать тейлор свифт почти в 4 утра и после тусовки типа того приходит к себе домой уставшая и в общем хочет идти спать сначала в душ идет душ несколько раз говорится о том что у нее огромное эго и это подтверждается тем что она просит алексу включить blank space пока она моется потому что нет лучшей музыки согласен свой конечно я такая отличный выбор для песни в душе до сидней шикарно она моется и тут она слышит что кто-то стучит и в дверь ну что они открывают потом кто-то открывает ключом дверь и идет к выгоду он заходит оценивает и угол и естественно адка не смотри на меня козел уходи мы бывшие типа мы у меня уже новая песня есть для тебя до слышишь ну он уже как бы смотрит на нее такой типа намек на секс происходит особенно в лоинг спейс да она не хочет но он рассказывает короче какую-то странную историю что тут на него пролил какое-то масло это того он возбудился и он пришел к ней типа за разрядкой и это выглядело как будто бы это прям проблема и она его пожалела и такая типа нет нему нужна моя помощь она пока в раздумья помогать ему или нет типа это все-таки они бывшие начинает играть wildest dream все это сносит крышу да и она такая типа какая ирония потому что вся в мечтах она уже она уже там в общем начинается сайте он все еще человек и он резко становится машиной подожди она ему говорит окей но только так чтобы я не забеременела он такой машиной здесь мы заходим на территорию да короче в общем они занимаются сексом и тут в какой-то момент а когда он уже близок к оргазму и она она чувствует что стало еще тверже и резко холодно он превратился в машину этот момент и в ней была выхлопная трубой а также она свои ну как бы женские половые органы называет baby maker это нюанс важный и дальше ну типа все он как бы встает не стану же виде машины и уезжает видимо азует дальше и она понимает что она вся в baby fluid я не буду пытаться это переводить все но в общем и она такая вот это да но это еще не все он возвращается нет короче она идет душ моется такая уставшая и она пришла домой в четыре утра опять идет душ идет в холодильник берет хавчик садитесь на дневнике вампира 0 до их приходит дэймон виде машины нет опять к ней кто-то приходит не нам не говорят кто и она удивлена и это типа затравка на продолжение в комментариях все просят продолжение типа кто же это пришел вот это пришел этот из тачи грузовик наверное как вам мне очень понравилось на самом деле я получила очень много смеха от этого фанфика я в бахуя до сих пор сейчас это я ну знаете у меня есть вопросы типа как можно вообще это придумать да вот у меня так и все что я читала вчера я только об этом и думала типа как вы это придумали я хочу чтобы молния маквин стала человеком выбрала тэйлор свифт и в конце превратилась в машину типа ну как такое возможно ты весь это просто шикарно это действительно dark романс потому что это больно короче дальше я упомянул дневники вампира который начал смотреть тэйлор свифт и следующий фанфик будет под дневником вампира боже обожаю мы продолжаем dark романс территорию исследовать здесь было тяжко называлась назывался фанфик эйдж play скорее всего вампира какой-нибудь клаус я так и подумала что это да нет 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 там трэш короче у нас классическая троица елена дэймон стефан у нас и не тот что я сразу подумала точнее эйдж play по ходу это разное это что это когда ты типа кого-то похитил и временами к нему приходишь игра с возрастом типа ладно короче елена дэймон и стефан ругаются елена хочет в очередной раз типа подвергать себе опасности идти сдаваться клаусу по кому-то очередному поводу и так далее для ритуала до стефан против и дэймон тоже и в общем они ругаются на тот момент стефан и и парень а дэймон он просто все время тесусь рядом и подпездывает что-то в том числе он виноват происходящее в этом фанфике короче и он стефан говорит ей я твой парень ты должна меня слушаться тебя без прикословно идет ногу сразу да она типа ведет себя как ребенок и дэймон говорит ты должен ее отшлепать за это типа наказать хочешь я за тебя это сделаю в общем стефан это и делает он отшлепывает ее 20 раз этого в одежде но это не уточнялось да это было сугубо вот приказание ничего сексуального я не знаю как будто бы все это привели бы не было все время там был короче ну как бы наказала и за непослушание дальше ну как бы елена поняла свою ошибку но буквально следующий день она опять за свое и они шепали черта но они опять и говорят что ты ведешь себя как ребенок нужно меня слушаться и дэймон не говорит стефану ну раз она ведется как ребенок должен обращаться с ней как с ребенком и дальше колясочку и он говорит теперь не нужен дайпер спанишмент стефан покупает елене подгузники для взрослых с котятами надевает она не может сказать нет это мужа ну и все типа и заставляет ходить и она такая недовольная и он говорит если ты не нравится подожди пока мне придется его поменять от ко мне нужно типа использовать его он такой да ты что думал ты будешь ним ходить все время я купил очень в общем он заставляет ее так эти в школу в этих памперсах там все над ней смеются она только в панк и памперсах или что но я не знаю может их видно и все вкусно памперсах все над ней смеются доводит ее до слез она плачет стефан и и успокаивает но нет разрешает снять и он берет ее на руки уносит типа из школы домой жалеет и она уже ну как писает к этому походу я поняла что такое плейд типа когда ты делаешь вид то что твой партнер это ребенок по ходу да короче и елена входит в роль и они сидят на типа дома смотрят телек и что-то такое она начинает сосать палец предки отстой да но она прям как ну типа ладенец и ведет и дэймон и стефан таких ходит ржут можете еще и соску дать ха 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 она на них типа психует и дальше сосет палец как на медведь себе ребенок короче типа на этом моменте мне очень смешно было да вообще какая-то херня честно она начинает называть стефана дэйди стефан а дэймона анкл дэймон уже типа она в роли то вошла и так все младенцы говорят дурочка но это можете по ей не знаю три года до 2 2 года пальцы не сосут да они продолжают так жить в общем стефан греет ей бутылочку с едой они кормят через бутылочку соской она ведется как этот младенец и в общем дальше сцена она типа у него на руках написано когда лежит у него на груди как ребенок типа и он эти потом жалеет и говорит такой именно так и хотел чтобы ты себе вела невинное чисто вот и в общем все так и остается они продолжают так жить на этом фанфик заканчивается люди просят продолжение а автор спустя какое-то время приходит в комментарии и говорит типа вы больные люди да она говорите во мне очень жаль тех кому понравился этот фанфик я бы не буду писать продолжение потому что теперь я разобралась со своим ментальным здоровьем этот фанфик был на пути я писала когда я была ну как это начинал читать я такая посмотрю что это будет такой трэш и в конце когда автор еще типа на обрывает на этой хуйней возвращается и говорит что сорян у меня теперь все хорошо надеюсь у вас тоже будет и так далее я так господи типа у меня теперь травма на самом деле вот фанфики это такой момент ты не знаешь у тебя будет bad trip или good trip от них да это очень это заведет начинается как бы за здравие часто заканчивается вообще хер поменьше что есть такое потому что вообще страшно читать на самом деле вот такие вот моменты особенно когда ты читаешь как это было kit play и такой я не знаю что это но хочу выяснить иногда скорее всего не стоит я рада что на самом деле что у автора все хорошо теперь да я тоже была рада комментарии если комментарии не было то стоило бы задуматься с девочкой потому что ну вот мы протяжении даже этого выпуска много раз задавали вопрос кто те люди которые пишут такое с ними окей да слава богу что она хорошим у нас все довольно стандартно мы выкатали у нас пара там ленивизент короче здесь как могла бы пойти альтернативная вообще история начиная со второй книги у нас события после всех мероприятий под горой когда фейра всех спасла и она осталась связана с ризан там своей ты клятвой на крови и должна была приезжать к нему раз в неделю тут все как и было там все еще пытается найти выход но в отличие от книги оригинала он находит и спасает фейру он приезжает он приезжает двор ночи на разборки с ризан там и говорит типа ну как раз они у не мандио пришел абсолютно он говорит ну короче у вас это сделка мы нам нужно ее отменить что что мне нужно сделать давай договоримся и рисун такой есть у меня одна идея вместо фейры а ты будешь приезжать ко мне раз в неделю и ты будешь моим сексуал лавр будет рисовать картины видимо пока там не развлекается и тут же происходит их первый секс на месте нужно закрепить тогда нужно закрепить договор было а и при этом уже не работают взимая зазировки уже в другом месте да и на самом деле там лин в этом сексе ведет себя так как будто бы это его не первый опыт ну не с ризан тома с мужчинами и он прямо немножко доминировал даже вот и он все сделал сам все что нужно было сделать с рисун там он сделал то есть рисун у нас пассив да но он сказал через неделю я тебя ебать буду и там я такой да ну короче там было все но я не буду в подробностях как ты светишься мне нравится что настя до этого каждый фанфик подробно сейчас я сейчас уже не буду придумываться сколько раз было один раз там очень быстро было то есть типа они вот закрепили и потом типа просто описывалось то что типа он пережал это как фанфика типа они занялись сексом и все ну и как мне кажется учитывая что там прямо плавал кровать это было не первое это было не первый раз и скорее всего поэтому них сферы не слышались отношения да потому что хотел лиза да на самом деле поэтому такая агрессия была к ней поэтому только почему вот это уже немножко параллели проводим с той книгой про дверь называется королевство пролитого молока сразу вспомнила про однушку не масло тут пролито молоко сыграет свою роль но не такую а молоко из мужчины нет обычное коровье молоко а какие фандомы участвуют это у нас а катара 5 история рассказывается от лица стакана с молоком для люди что с вами не так вообще ничего такого не будет кроме там кроме вот этого а вот я такая сижу такая хочу написать фанфик по катару от лица стакана с молоком короче это молоко стоит в доме фейры лизанта в холодильнике и ты вы не пьет и она как бы по факту наблюдать за жизнью домочадцев своих и тут приходит на кухню амбрин наливает молоко это стакан и такая не обитие вы не буду и оставляет его на столешнице на солнце молоко такое ну почему меня взяла амбрин так я и умру теперь я сгнию на этом солнце это ужасная смерть я не хочу так умирать и тут на кухню заходит кассе он кислое молоко пива и дрыщет и нам все его пищи да и она просто проходится по кассе рассказывается все что происходит у него внутри нет это сразу было как-то ну еще молоко не успела скиснуть короче кассен берет этот стакан с молоком и молоко такое о господи какое счастье меня выпьет кассе это прекрасная смерть типа я прожил хорошую жизнь и кассен уже вот-вот как подносит молоко карту и готов пить как заходит на это и прерывает процесс и молоко тоже это еще было до того как кассен с несты начали шпили-вили свои и малышей да ну они начали со шпили-вили а потом уже отношения кто использует слово шпили-вили я не знаю какими словами использовать это был дословный перевод правильно прямо до по-английски было написано шпили-вили и в скобочках такие шутки будут короче молоко сразу замечает между ними tension они не слышно дебалась за него они ругаются даже молоко замечаю и молоко видит что ну когда не чист им нужно быть вместе и тут место такая типа вот так делает и выбивает стакан с молоком у кассины из руки и молоко такое нет меня не выпьет кассен но последнее что дело молоко пока падает это собираются свои силы и типа стакан роняешь вот так вот выплескивать уже жидкость и он как бы выплескивается специально на месту чтобы кассины это слезал ты близка короче и молоко такое ну все это последний последний шанс быть в кассе последние действия которые сделал своей жизни и для того чтобы свести на это с касси нам и когда касси он увидел как место стоит вся мокрая в молоке он не смог удержаться и они побежали друг другу и засосали страстно и короче с этого начались их отношения благодаря пронятому молоку и там вот такая фраза мыслях молока потому что когда стакан разбился молоко как бы превратилась в дух и она видела все со стороны и он такой она не знаю говорит я проявился на платье нас ты как белое нет серебряное пламя надо было бы еще чтобы типа потому что похоже тянется к похожим да да то есть нас то по сути корова по сути что я поняла что кассину нравится женщина с молочных фермах да 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 такая типа все сходится блядь то есть это это сара вас позвать это очень хорошо и что проработано и с точки зрения персонажей с точки зрения лора и классная отсылка в конце к названию книги это очень хороший фанфик браво браво ну что какой фанфик вам больше всего понравился с одной стороны молния макуинь с другой стороны стакан молока стакан с молоком конечно он был прямо интересно написано и еще и подвязан к книге нас не пустят на конферты unserer sweet за топанфика по молния макуинь только-симу не придем в красную это будет рет-эра methera это что виза так у меня не так все интересно как у девочек и пишет ко мне типа по классике старые добрые фанфики первый фанфик называется жестокое наказание мы уже слышали про наказание я же говорил что буду читать название по авторов автор безумный персик это юлай короче фанфик энтони юлая и так и так размер и так считаем сколько людей засудить размер 3 страницу и так пейлинг и персонажи но здесь типа вселенная marvel но тут как бы съемки фильма сначала я прочитала пейлинг персонажи том крис хиддлстон хэмсфорд и так далее том крус да именно снимался в мститерах ну и я как бы такая типа там давний младший тогда том слэш крис том слэш крис крис хэмсфорд я думаю ты называешь актеров и пейлинг и персонажи пейлинг том крис персонажи я бабки читаю фанфики кто такой пейлинг и так пейлинг и так пейлинг и так а я пописю а а а а х х х о Забрались. Итак, перед Том Крисом. Том Крис. Я такой счастлив. Ничего, что мы сейчас на вас жали уже. У меня это фон. У меня это фон. У меня это фон. У меня вот куча в туалет. У меня вот куча в туалет. Боже, какая замедленная. Согласен, я плохо не боюсь. Все, тихо, тихо. На самом деле смех качает пресс. Поэтому мы сейчас делаем очень хорошее дело. Немножко позднее решили перевзять. Так вот, миссия невыполнимой миссии. Жестоко сказали. Это была шутка. Я думала, я хотела сказать, только где потом Кросс должен быть. Никаких больше шуток с этими женщинами. Я не буду. Я не буду. Я не буду. Да, это больно. Я не буду. За... Не говори только есть. Я считаю, что дальше все. Поехали. итак что мне понравилось в этом фанфике описание не настолько миссия не выполнивать описание кстати тут тоже немного dark romance так и хочется наказать о а ты можешь а я сейчас ты узнаешь я просто думала что типа это классическая крис эванс и роберт дани младше правильно я думал что таких фанфиков дохерища посвящение к фанфику посвящение твоей мать не знаете твоим мужикам и их подписчикам ну и три страницы в общем я думала опять же крис эванс и роберт дани младше все это происходит во время съемок мстителей в какой части 1 не указано там хинусом быть насти спорить задумал какой-то еще мог да она же назвала подожди короче я говорю что я думаю съемки мстителей роберт дани младший выкидывает с их раздевалки общий потому что на съемках мстителей джет маленький на нету своих трейдеров одна раздевалка на все да именно так происходит выкидывает из раздевалки криса эванса диалог ну типа вы понимаете да я думаю что это действительно такой диалог был на съемках мстителей дабля роберт крис подобрал с пола упавшая одежда пошел нахер дверь прямо перед носом коллеги и так после этого то криса эванса выкидывают общую раздевалки и ему приходится переодеваться при всех мне очень понравился да настя автор понимает что именно этого все ждут потому что есть один момент что все несколько минут смотрели на этот спектакль а после вернулись к своим делам конечно внутренне ожидая когда крис эванса откладываем все дела до крис эванс переодевается в общем начинает он переодеваться и к нему подходит том хиддлтон который играет локи мстителях и начинает с ним немного заигрывать все это действие видит крис крис хэмсфорд и такой видят то что том флиртует с крисом эвансом и ему это не нравится как только они нам типа пофлиртовали все причем том прикоснулся к крису типа бедром его немножечко и крис такой вот у факт и подходит кто мы и говорит за это ты будешь наказан и вы как раз таки на той же наказан да тот момент записания это вот как раз таки типа вот сейчас происходит а ты можешь итак наказание для тома а во первых там был очень интересный момент в фанфике что все хотят криса эванса когда том к нему подходит флиртовать он спрашивает почему тебя что произошло и он говорит ему типа меня выгнал дауни и он такой он просто сорваться боится я настолько хорош это мягко сказано типа крис нравится всем и в итоге крис хэмсфорд везет тома домой и вот и какое наказание он его привязывает к к стулу мне стыдно что там было ты знаете трудно рассказывать короче он привязывает потому что это реальные люди понимаете задействованы в этом все я вообще не могу если фанфик не про реальных людей я начинаю переживать типа разве больше окей типа тор локи и так далее там какие-то не знаю типа персонажи фильма но это прямо типа и идет фанфик про конкретных людей и короче он привязывает его к стулу веревка и во-первых он привозит его домой уходит том в ожидании типа боже мой что же со мной произойдете по предвкушение как через какое-то время крис выходит столько с веревкой короче у меня был вопрос почему там было какой-то определенный промежуток времени что типа криса не было и я думала что он привезе принесет в какой-то огромный арсенал всякой фигни потому что дарк романс и так далее у него дома нет этого всего так он в футбол ушел и я такая думаю но он принесет до хера всего принес он просто веревку и короче связала тома короче он связал тома и там уже типа там был поп немного скакал то от одного героя то другого и там уже типа хочет чтобы наказание произошло чтобы типа член оказался у него в жопе там это краткий пересказ потому что все таки это доказание и удовольствие потом не должен получить поэтому он ну короче а он мучает тома не давая ему то что он хочет члену жопы вы поняли вообще в принципе хоть где-то даже в общем любого члена дать даже подругать нельзя а если она уже течет просто хочется и в какой-то момент начинается это начинается момент когда том начинает называть криса своим братом тором типа то что типа вот это вот хуйня братишка братишка типа мой любимый брат торт и так далее короче очень странная типа вот эта вот игра начинается и закругляйся уже слишком крючок и он начинает отвечать все заканчивается тем то что том понимает и свою ошибку флиртовав с крисом эвансом потому что продлежишь да типа он больше никогда так делать не потому что урок усвоен а это конец крис не дает себя потрогать но всего типа он кончает и все типа вот урок усвоен но эти потом мы тоже нельзя оставлять неудовлетворенным как же это же наказание нет наказание то что он крис не потрогал а девочки но крис он все еще сладостно как на и на самом деле такое себе и короче он начинает его трогать через ткань и тоже типа удовольствие получает вот и вот так вот заканчивается фанфик урок усвоен да усвоен здесь урок усвоен нет это ужасно следующий фанфик про который я говорила который я прочитала совсем чуть-чуть но я такая типа я не буду читать потому что ну я бы перед побегла немного свою психику это сверхъестественная пэринг дин и кастель и там бдсм-пати у них типа номере отеля я вы оставим ссылку в описании но в принципе ну я не читала что там триггер-ворнинг секс между динам и кастелью для меня это это для меня наоборот они как братья и для меня тоже это лучшие друзья во первых я видела как они будут на самом деле я видела как они комментируют во время съемок и мне их типа это отличные друзья и я вообще их не воспринимала к любому на интересе я считаю что это правильно ты считаешь что это правильно какая-то двуличная раиса васильевна вот ты мне говорила совсем другое в глаза на самом деле фейлинг дин и кастель тоже класситесь вообще это классика не нужно более популярно чем канон так это канон так самый наверное мой любимый фанфик я оставлю на конец сейчас я прочитаю фанфик который называется по-русски называется так стол кристиана хорни 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 и так фейлинг персонажи конечно же макс верстаппин и шарли тверк на фоне льюис хэмилтон переходят в феррари и это все обсуждается в этом фанфике во время секса на столе у корня я сейчас расскажу можно сразу вопрос кто-нибудь забеременел нет 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 там такого нету не побителю там такого нету но на квалу в господи в форме сперме пошли бля это ужас а итак написание у кристиана хорни в кабинете огромный стол который по мнению максом можно использовать не только для работы он ходит буквы в максом не хорно что происходит наши дни во первых мне очень нравится мнение этого человека мнение человека о максе и шарли то что макс он настроен на победу он конечно побеждает но типа это заслуга команды нет это заслуга команды и у него все время как бы пытается свои собственные рекорды побить а шарли хлерк он типа по фану вообще типа формуле находится потому что все знают что макс 100 процентов придет первым и в этом фанфике вторым должен все время приходить чека тут есть такой момент что редбул сосет у всех и все наоборот все сосутки у редбула сейчас где этот момент то что чека 100 процентов будет вторым настроение перед квалификацией было расслаблено шар научился относиться проще к тому факту что пока макс едет за команду редбул и пока не вступит в силу новый регламент рассчитывает на что-то большее чем второе место попросту глупо а глядя на то как выступил чека в последних паре этапов невозможно было даже подумать что для остальных 18 пилотов что вышли на старт в болидах не редбул пределом мечтаний может стать лишь бронзу короче этот фанфик делал у и фанаты чека пересона и короче шарль морально был готов к очередному провальному сезону и по факту типа леклерк ездить по фану он они с максом встречаются никто типа этого не знает когда вы тут был очень прикольный момент то что типа когда у них была формула-1 они уже в тот момент у них уже были отношения и они это скрывали ебать ебались в коридорах и они не могли типа в свои номера друг другу ходить сейчас они уже взрослые формула один все таки и они уже друг у друга в номерах на отсасывать ебутся но романтика коридоров осталось да мы узнаем с этого фанфика что что макс ферстальпен не любит двоеточие джорша джордж эсти и он не любит хэмильтона типа макс ферстальпен вообще и шарлю нельзя общаться вообще с ними и он потому что он любит это правда это это факт и фанфик это реальность короче и чтобы потому что типа макс занят своих вот этих вот дискуссиях с редбулом как сделать так чтобы он опять пришел на первое место еще при этом машину есть ну короче этих вот их брендшторм и ротбульные происходит и макс занят и шарль клерк такой чтобы мне сделать чтобы позлить максу ферстальпен пойду на ужин с эсти и джорджем джорджем да чтобы поздить макса короче он проводит по ужин с ними и на следующий день них мало перед квалой к нему приходит люис хэмильтон потому что потому что он уже будет переходить феррари и ему нужно будет типа уже поближе знакомиться и у него есть лечение к шарлю и мне очень раз и кстати здесь момент то что он проходит карлоса игнорируя вообще да типа вот люис нашел время зайти впады к феррари и практически игнорирую карлоса подошел к шарлю клерку и дал ему картонный стаканчик с одним из своих фирменных травяных чаев история стаканчиков потому что квала будет безалкогольная важно какая разница короче у них немножечко типа начинается диалог аля флир там типа ну короче все ей формуле 1 и все хотят поэтому женщины формуле 1 необходимо кто-то не хотел нет короче они общаются с лисом хэмильтоном и их идеальный диалог прерывает макс верстаппин который ворвался в палатку феррари и короче он начинает встревать в их диалог и доминировать немного мериться победами не чемпионствами а победами вот за последние несколько сезонов и люс хэмильтон просто свалюсь али клерк в это время думает господи этот чемпион это побеждает и короче и макс немного такой типа на агрессии потому что во первых он узнает то что леклерк прошлым вечером ужинался его не врагами да не врагами нелюбимыми игроками пилотами есть и еще и общался с люисом и пил из его блять травы из стакана разумеется хочешь пить и короче он уберет и от типа ведет в рэдбульные локации и шарль думает господи нельзя так просто тебя привести другого игрока другой команды к себе на свою территорию вот наверно максу можно так потому что он первый все время и так далее и в итоге они начинают сосаться в коридоре этот начинаете вы спрашивать его the fuck что типа с люисом и короче начинает ревновать и в итоге они понимают то что их поцелуй не ограничиться поцелуями и поэтому им нужно найти укромное место чтобы получить разряд купить плау и и у макс есть личная идея какой ужас дождя везде кабинет потому что это живые люди они могут найти в интернет это ужас но они не знают русскому свету а ты думаешь я тут фанфик на каком языке читала но они английского дружица узнают некоторые ну короче они заходят в кабинет хорнера это грустно это говорится как будто будет травма но в общем там типа макс дрочит ли клерку из главного пока рассказано как они научились за это время быстро снимать свои костюмы у них типа костюмы кастомные кастом да типа вот здесь вот только расстегивается я я думала то что у макс вот тут расстегивается а у шарля за жопит короче в итоге в итоге что происходит смотри людям в глаза когда говоришь это в итоге макс мастурбирует реклерку и и и чарльз получил разрядку а макс нет и вот этот момент то что типа макс размазывает как раз таки типа сперму по его форме и вот он куда слишком подробно ли за короче короче в этот момент еще что происходит шарль ублажает макса в кресле хорнера все они заканчивают и заходит чека в кабинет я буду вторым я буду детям потому что хорнеру понадобился его ноутбук и макс такой я здесь потому что у меня тоже попросил взять его ноутбук и он такой они уже делись и он такой я с ним просто разговаривал поэтому взял с собой что еще закончить диалог и ноутбук отдать хорнеру и он такой окей и вдруг типа взгляд чеки падает куда блять там был момент ужасный короче падает на пол и ликверка и его прослеживает и понимает то что там лежит его рубашка которая должна быть под одеждой вот этого типа просто типа водолазка ну типа что он одет но водолазка блять его именно как раз таки типа ликверка лежит на полу и чека все понимает и уходит и так мой любимый фанфик который я говорила то что я бы хотела чтобы было продолжение но к сожалению его нет потому что я не знаю что же что произошло но как и я очень многих комментариев ждут продолжение к нему называется скажи это громко и так пэринги и персонажи во первых типа фандомы сверхъестественные сумерки бэлла которая воспитывалась типа охотницей под началом дина и сэма и встретила эдварда вампира господи ребята если честно я советую все бюджет этот фанфик потому что во первых я так угорала во первых нелепостью некоторых моментов над тем ну как бы я воспринимал это как то что автор стебется и поэтому очень многие моменты такие вот угарные вбрасывали скорее всего мы сейчас я типа все их не расскажу но если вы хотите почитайте потому что это суть того и так описание это именно это из-за чего я решила почитать фанфик промашка с личным сортом героина эдвард нету занюхал уже огонь во первых настя все оправдается что у нас происходит бэлла живет чарли но вот тут я немного не плела лор как будто бы ее мама вместе с дином и сэмом как будто бы охотиться либо что но почему-то когда бэлла звонит своей матери постоянно отвечает и дин и сэм и сама кстати не был один все время тоже типа что-то подпёздывает то есть как будто бы типа она не с гольфолистом а с дином и короче типа во первых настолько резкие повороты сюжета сок бэлла приезжает форкс и встречается с типа с рыжеволосым парнем сэдвардом и она в нем он не нравится и она не понимает почему типа он убегает и как по классике почему типа от него воняет или что непонятно и она очень быстро начинает понимать то что он какой-то не такой потому что она все-таки охотница начинает гуглить холодная кожа не ест сильный девочки итак вы готовы она бывает этот поисковик ответы ей выдает поисковик жирная кожа уход за жирной кожей лица спасибо яндекс я ухожу от тебя в гуглу но он тоже хорош выдал мне как потянуть кожу после похудения и в итоге она понимает то что он он вампир и решает его проверить потому что она охотница и она не понимает как она к нему относится то она хочет его убить то или а ну как бы он и привлекает и она решает творится вампиром притвориться да причем вот тут у меня был очень много вопросов потому что типа вот the fuck они тебя уже понюхали и типа не должна понимать то что ну типа если вампиры тебе заинтересованы они чувствуют тебе кровь и ты не можешь просто типа как сделала персонаж этого фанфика сделать макияж напудрить у кожу выпрямить свои волосы потому что у нее просто поле одуванчиков и одеть каблуки узкую юбку и типа она вампир и она типа что узкая юбка я не знаю короче в этом фанфике есть она звучит я то что я бы с удовольствием почитала звучит прикольно звучит офигенно здесь есть перечень того как должен что нужно сделать человеку чтобы выглядеть как вампир чтобы понимали тебя прям она ему следовало и это это делала я могу вам писать смотрите следите за прической ведь волосы играют важную роль в вампирском образе вампиры гордятся тем как выглядит их волосы совсем не обязательно иметь темные волосы хотя это традиционный манящий и наиболее частный цвет волос у вампиров точности вакуально следите за кожей не обязательно чтобы ваша кожа была бледной хотя бледная кожа более предпочтительная чем смуглая в конце концов обычно импер и не так уж и любит солнечный свет я просто понимаю что там будет происходить дальше тщательно ухаживайте за зубами но это блять а да тут кстати тоже было типа то что это как будто бы стоматологи писали даже если вы не носите калки даже если зубы все равно должны быть здоровые тщательно чистите их и регулярно посещайте стоматолога вампиры очень граждаться своими зубами и вот короче вот такие вот типа лайфхаки как стать вампиром и она всем всему этому следует встречается с эдвардом какой-то момент и она идет по коридору на каблуках упадает он такой все хорошо и когда все хорошо мне надо поехать домой и смыть все это потому что у нее был фенгал после того как она столкнулась с этим автобусом она что вы понимаете она день потратила то чтобы превратиться вампира ездить домой все смывает принимает душ и через три часа едет обратно в школу зачем это все было поговорить с эдвардом настя еще параллельно происходит линия их общения с чарли короче очень странный момент опять же что они особо не общаются и там был момент когда она вот вышла в этом в образе все и чтобы чары не травмировать вот этим непонятным образом она одевает солнечные очки и завтракать и он такой а почему ты в солнечных очках и у нее мыслик типа было но как бы я нормально опять дать не могу типа это я кратко рассказываю поэтому я помолчу и она еще не ответила да я его завтрак и ушла в итоге она понимает то что он вампир все эти по сто процентов и она типа охотница все таки не ей нужно она решает его убить да потому что она охотницей дин должен ей гордиться она взяла мачете в свою сумку положила они пошли в лес и она такая я знаю кто ты скажи это громко ты вампир и херачит его мачете но мачете останавливается его шеи типа и изгибается и тут ребята если честно если вы любите крич я очень советую это прочитать вот эти вот нелепые диалоги которые доходят из фильма но они дошли до абсурда и в итоге и в этот момент он говорит выходи за меня и она такая что типа а что мне теперь как это я скажу позже в этом что происходит типа ну бы сюжет действительно сократился немного да и она уже начинает гуглить у две ссылки открыты две вкладки в гугле на 1 она гуглит как убить вампира на 2 свадебное платье и приходит короче белла к дом калинам посмотреть как они преобразовались к встрече с дином и они переоделись в мстителей опять мстители что ж такое покоя не дают и на и а были дают лук и она такая и что я с этого лука приготовлю что-то может быть ты картошку мне лучше дашь на этом заканчивается фанфик короче если вы хотите посмеяться от души просто нажала в душу да над каким-то рассказом я советую этот фанфик потому что эдвард кайден в спортивной одежде с семечками это не самое смешное что было в этом фанфике там было очень странные моменты очень странные сюжетные перипетии которые просто вот так вот очень быстро сменялись советую правда читайте спасибо большое автору висперс of your soul на этой ноте мы заканчиваем это было тяжело это да я надеюсь что вам понравилось вам было весело и даже вот один как бы бриллиант нашелся по факту среди вот этого моря а про молоко ну там просто типа знаете норм история по факту что тебе сначала кажется кринджом она не всегда таким оказывается и наоборот вот это мы вывод такой сделаю сегодня спасибо большое что вы поставили это видео надеюсь вам понравилось пишите если вы хотите еще фанфиков от нас мы будем делать если вам нравится мы будем и обязательно подписывайтесь на наш канал на наши социальные сети на телеграм тик-ток бусти на бусти вы можете нас поддержать оставив произвольный донат или подписаться на нас в принципе все все спасибо друзья всем классного чего-то что там проживает сейчас чао пока пока